всем привет сегодня будем заниматься ремонтом помпы для посудомоечной машины конкретно вот этой марки точнее не этой пункту меня на машинке опять сломалась помпа это просто я уже менял на новую где-то года полтора-два назад тут вот я уже скрывал поломал был не очень хороший опыт хотел поменять пункт и вообще ломаются помпы очень легко из-за того что изнашиваются графитовые втулки вот там вот видите внизу вот там графитовая втулочка и вторая втулка находится вот тут видите вот она стоит когда появляется люфт вот видите люфт на новой машине этого нету она старый появился люфт то помпа перестает работать по разному все снимали смысл том что вот так стоит у нас кольцо и вот это пластмассовая штука внутри фиксируется вот такой вот и фиксатором то есть вытащить ее отсюда нельзя чтобы поменять многие там пробовали здесь открыть но на самом деле я попытался откусить видео сломалось кольцо новой помпе надо просто будет здесь сделать дырочку чтобы выбить этот вал он тогда вот так вот выйдет и вот эту вот втулку мы вытащим и поменяем точнее только у меня нет он играть вот эти графитовые втулки покупать новые мне как-то тоже не особо хочется они стоят тоже недешево многие втулки заказывают у токарей посмотрим посмотрим что мы сделаем в этот раз я постараюсь ремонтировать саму втулку не знаю получится или нет у меня вот видите такая втулка графитовая она с течением времени разбивается рассчитана примерно два года чтоб новые машины как мы все знаем чтобы все товары служили год-два но сколько там гарантийный срок а дальше замены тоже замена самого вот этого насоса но он стоит сейчас на данный момент около 4 чем-то тысяч то есть это наверное 30 процентов от стоимости машин очень дорого втулки я видел продаются вот парочка там 1 10 где-то рублей по 800 но посмотрим сначала попробуем втулку в отремонтировать видите да не люфт что я хочу сделать я хочу в ту в эту втулку забить холодную сварку на вал намазать масло и одеть чтобы холодная сварка схватилась и повторила диаметр только по валу то есть холодной сварки но это принципе тоже у нас какой-то полимерный материал посмотрим сколько он будет ходить мы посмотрим сколько он будет делать для начала нам надо будет снять час сниму другую другой насос машинки который сейчас сломался и постараюсь учесть свои ошибки вот я даже не выбросил когда сделал вот назад сломал чтобы как говорится использовать его виде тренировочного блока но тем более вот это вот часть она никуда не девается втулках как стоит я постараемся достать не знаю будем ли будем посмотрим короче запасная часть не помешать тем более на вот этот меняется вот это вот блок он меняется один этот рабочий как и оставляется так и есть марка у него мы все знаем вот конкретно в ней визит машинный таза скол м 233 они все типовые крепления стандартные сейчас будем снимать с посудомоечной машинки полетевший насос вот у нас наша помпа помпа которая отсюда скручивает на насос на слив идет так нам надо соответственно вот ее снять вот отсюда вот отсюда вот так насколько помню вытаскивается так если не ошибаюсь по моему если помню открутить четыре техболчика потом открутить вот этот хомут хомут снять и вот этот блок есть вытащить сюда вытаскивается вот это у нас элемент сейчас выяснили если помню пункту снимается поворотом часовой стрелки кажется снимем блока видим насос ворачиваем против часовой эти пазы выходят из фиксаторов и снимаем вот там видим втулочку не знаю состояние посмотрим как мы едем вот на втулка ведь это прихтит прихтить она не должна сейчас вытащим отсюда промоем мы будем дальше заниматься новый насос вот наш старый насос эти блоки вообще взаимозаменяемость одна сгорит другую поменять легко так но теперь так что этом может быть даже то втулочка еще послужит и может даже трогать не будем здесь она такая же можно будет наверное не трогать вот эта втулка который вот здесь вон она видите вот она старая какая у него выработка она из графита тут такая выработка это легче так поэтому и накрылась так что будем делать сейчас не буду повторять их ошибок пытаться вкусить просверлилась дырку по центру и пошире сделал дырку здесь на чтобы у нас этот фиксирующую шайбу можно было выбить все вот это и вот так она стоит пластмасса и фиксируется вот этой вот шайбочку сейчас постараюсь спилить до вот этой вот фиксирующей шайбы и постараться как-нибудь ее выдавить отсюда туда поменять вот это я даже не знаю может попробую в эту втулку вот это даже втулку думал сначала поставить внутрь сделать холодную сварку потом думаю что все просто холодную сварку здесь заделать она затвердеет и потом просто к диаметру ровно ровно аккуратно высверлить по центру и посмотрим сейчас будет видно на 1000 резиновую поколочку так она втулочке сидит и фиксируется на тех пазах так что я не знаю попробую может быть действительно вот так вытащу все вот туда холодной сварки сделаю полностью и просверлил по центру отверстия ровно по диаметру вала будет выглядеть вот так главное чтоб не люфтил ну понятно что начинаем с тонкой дырки потом аккуратненько напильничком расширивать чтобы люфта было мало ну посмотрим вот сначала я неким отверстие всем он просверлил потом побольше потом подрезал ну что мы видим вот видите потом если посмотрим такая как бы субстанция это вот заполняет вот это вот место здесь вот это получается наши вот это вот гаечка в пластике еще с я чищу и нам надо будет аккуратно снять попробовал я выбить но не знаю не стал я рисковать это мне как-то не очень нравится убивать и падает веселье попробуем снять разрезали видим вот эту вот шайбочку честно грейсом сбивайте даже не знаю но могла погнуться на вышла можете снова пластмассовая пластик здесь довольно мягкий и хрупкий я сейчас наверное попробую вот эти вот усики отогнуть ведь выбивал их отогнуть вверх что можно было вытащить вал но потом когда будем ставить тут многие резьбу накручивают ставят я не буду я просто здесь залью наверно левым пистолетом посмотрим что форму придать дальше будет видно либо тоже полный срок вот мы сняли фиксирующую шайбу на стоит девушками вверх аккуратненько снимаем теперь можно вытаскивать вот вытащили наш вал он такой же как предыдущих ведь с ними ничего нет ах ты какой сильный магнит за собой они как хватаются основной старым берем чтобы не мешать так вот мы сняли теперь это можно отложить так и вот наша штука так и вот так вот наша втулка прокладка вот наша старая втулка так вот наша старая была выработана и знаю скорее все это родная даже еще было наши новые выработка на такая же старая ну да выработка тоже есть смотрим вашу новую втулку которые не новая сейчас которые снимали эти уже люфт приличный будем делать что что я хотел делать в принципе наверное будем делать не знаю надо ли оставлять прокладку это по идее фиксирующий фиксатор стулки он нам наверное не нужен будет ну посмотрим на сторону есть две ответных части так это старая вот они у нас эта часть первая вот наш сейчас не в принципе взаимозаменяемые так что если вдруг одну испортим есть вторая даже может быть я наверно попробую сейчас сделаться старый говорится и поставить старый элемент но единство куда-то поставить цену и потому что туя как я уже говорил я сломал так ну что хотя они одинаково может поставлю поставлю просто ответную часть потому что буду делать формировать час заливать здесь все полностью холодной сваркой заделывать ну эпоксидкой не будем холодной сваркой лучше всего и потом ровно по центру просверлим отверстие под наш вал затвердеем и наверное когда затвердеет поставим посмотрим как будет работать ну хуже не будет крайний случай втулки куплю запасные отсюда кстати вытаскивать наверное вытягивать не знаю думаю сейчас дырочку просверлю здесь выбью а кстати как вариант нет я сейчас вот что попробую попробую я сейчас попробую из этого вытащить тулку если не износ меньше а они одинаковые то может сейчас поставим просто и все и не будем экспериментировать точнее сюда сделаю посмотреть как будет работать с холодной сваркой сюда поставлю вот эту сейчас посмотрю вытащили отсюда посмотрю если будет работать пока поставим ее и будет работать крайне в случае если не подойдет сваркой такие втулки продаются новую если даже она с нужным диаметром ни разу с ширином просто заказать какой-нибудь токарь наделать их из пластиком твердого ей будет работать вот здесь отверстие вытащил втулку вот втулка обратной части ну по виду я могу сказать конечно выработка есть но меньше но сравним вот она вот старая что мы видим да мы видим что верхние видите как выработка справа видно паз у этого нету ну значит сейчас поставим ее сюда пока временно пусть поработает вот вот видите как с выработкой а это обратной части ну есть конечно тоже люфтик и вы не не вы не вы в и в посмотрим по крайней мере поставлю эту в эту будет работать будет не будет ним пока будет сохнуть холодная сварка в этом позе но не будет работать поменять если с холодной сварки вообще будет нормально работать без проблем но это скажем так будет вообще очень даже хороший выход поставил фиксирующую шайбочку у нас профитовая вставка от обратной части ну вроде как лучше держится так что может ну полгодика может и поработать посмотрим здесь потом но действительно может попробовать снимать тяжело может быть у меня вторая часть есть попробую нарезать резьбу и закручивать гайкой посмотрим сейчас сюда клевым пистолетом наверное намажу хотя смысла нет но наверное сделаю клевым пистолетом и буду устанавливать машинку не потом запускать проверять будет а здесь сделаем холодной сваркой посмотрим может быть гораздо будет эффективнее работы чтобы и заказывать кому-то не искать а просто налить холодной сваркой просверлить отверстие по центру посмотрим как будет работать но это на будущее снова сделаем покажу как и делала ну в общем вот залив я клеевым пистолетом стоит придал такую классообразную формочку то что у нас поток воды обычно идет отсюда и отсюда выходит уже на форсунке чтобы не было сопротивления особой воды нашу работа более-менее похоже как бы вот в общем сейчас буду ставить ставить буду на место и посмотрю как у нас будет вот такой промежуточное решение втулкой от старого насоса задней части от ответной части ну во первых это показывает что ответная часть в принципе не так изнашивается то есть я ее не менял поэтому как я уже сказал вот здесь попробую сделать холодной сварки и присверлю вместо этой втулки изношенной первого насоса моего пока это если будет работать ну пусть работает чё уже не будет а уже втулки можно не знаю если холодной сваркой будет работать проблем вообще нету холодная сварка в любом магазине продается сетевом так либо слесарю ну посмотрю может быть вообще на алиэкспресс есть такие втулки закажем закажем посмотрим чем я ставлю и проверяем как работает а потом буду делать слышу я поставил слышим что работает насос значит стука сзади не сносилась в принципе я думал поработать на полгода сколько поработать а мы значит пока сделаем то что я говорил живут снизу из холодной сварки но я потом посмотрю где втулки посмотреть может быть действительно на алиэкспресс какие-то наборы может быть очень дорогие а может и не будет вообще изучать своему словно сварки делать вот мы сделаем из холодной сварки ну сделаешь у нас вердевала если может возникнуть вопрос у кого как потом если вдруг это и сносится мы же не знаем как все как она изнашивается по сравнению с графитами втулками холодная сварка ты лишь буду вытаскивать ну во первых она холодная сварка принципе крошится хорошо и можно там отверточкой шлицем выскорбить а во вторых перед тем как засовывать туда холодную сварку утренности смажьте маслом хотя бы тем же растительным а то легче вытащиться вот еще будем ждать до завтра как она затвердеет потом вот по центру выставим отверстие подвал и будем подождем пока накроется то что мы сейчас поставили и посмотрим уже ради эксперимента вот по сами конечно лучше искать втулки они есть продаются по разной цене я хочу посмотреть на алиэкспресс и сколько там будет стоить ну либо заказать знакомый токур на заводе чтобы он вытащил из пластика плотного и будут как расходный материал еще подождем пока затвердеет холодная сварка высадим то завтра лучше подождать сутки высадим и посмотрим как у нас получится может у нас получилось затвердел водная сварка высадим 5 миллиметров отверстия вот так выглядит в общем посмотрим как у меня там втулка старая которая поставил с обратной части как выработается буду пробовать это посмотрю чего насколько хватит холодной сварки вроде как это полимер получается у нас я знаю есть втулки полимерные вытачивают по крайней мере горят ходит не меньше чем родные графитовые вот эти хорошо в принципе если сточатся и оттуда потом вытащим там как я уже говорил у нас масли должна хорошо выйти когда сточатся ну так как вариант кто не знает найти втулки да и деньги не позволяют вполне вот так вот можно ремонтировать посудомоечную машину точнее помпу посудомоечную машину в общем вот наше видео закончилось пишите в комментариях может кто какие другие варианты придумал может быть еще это сами делаете с подручных средств понятно что можно вытащить на станке на станке не у каждого знакомых токарей нет пишите может быть кто действительно что-то еще надумал комментариях подписывайтесь на канал всем до новых встреч субтитры